Для того, чтобы успешно жить в этой стране, необходимо иметь большую голову, в смысле чистую голову и никакое сердце. Потому что если у вас еще и большое сердце, то пережить тот идиотизм, который нас окружает, это очень сложно. Слово о том, что моя жена лежит в больнице, а рядом кричит ребенок, и всем как-то фиолетово. Ну это нормально, это медицина наша. Все вот это на чем основывается? Пофигизм? На чем? О том, что мы живем в атмосфере лжи. Понимаете? Вся телевизионная реклама, у меня такое мнение, это чистая ложь. Потому что хотел принести, но опять же большое сердце, и я забыл, несколько модемов, мобильной связи. Потому что когда человек говорит безлимитный, то надо за безлимитный отвечать, а не устанавливать ограничения. Это, к слову, МТС. Понятно, по Билайну там отдельно пройдемся. Как там все работает. К чему я про мобильный интернет? Да к тому, что большинство сюжетов, точнее все сюжеты за последние 10 лет выложены на ютюбе. Если вы что-то не успели, вы можете посмотреть. Ну просто фамилию вбив и увидев эти сюжеты. Кстати, некоторые появляются чуть раньше. Такая же лошадь нас окружает буквально во всем. Ну вот смотрите. Чтобы работать качественно, как, допустим, фирма Водомер, необходимо, чтобы какая-то поганенькая контора кого-то наняла и он насвинячил. Кстати, про лошадь. Это я про национальное достояние. Тут я недавно ремонт закончил. Вообще газовый не пользовался. Вы знаете, и счетчик пришел. А с 500 рублей. То есть, ну как-то немножко начинает задевать. И вот фирма Водомер, которая не только вам на диване устанавливает тепло, водосчетчики, изменяет трубопровод, сегодня предлагает к установке еще и газовый счетчик. Вы подумайте, насколько вы можете быть обделены деньгами, если не будете считать все. И для того, чтобы показать, где эти счетчики делаются, мы с фирмой Водомер съездили в Чистополь. Где и делаются лучшие в России приборы учета и контроля. Почему лучшие? Да потому, что только лучшие копируются Китаем. Конечно, конкурировать с бетаром тяжело, потому что 65% всех установленных приборов – это именно бетар. То есть, несколько десятков миллионов семей, наученных жизненным опытом, экономят и считают воду, а теперь время считать газ. Приборы учета были придуманы, конечно, давно. Но и внедряются, к сожалению, в России они недавно. То есть, первое, что мы всегда считали – это электроэнергия. Сейчас добрались до воды вплотную, и я думаю, что уже половина пути пройдена. То есть, фактически в каждой второй квартире уже имеется прибор учета воды. Что касается газа, на сегодня мы только делаем первые шаги. Недавно было озвучено Владимиром Владимировичем Путином направление по газовым счетчикам, что нужно установить их в каждую квартиру. И, естественно, это вызвало какой-то ажиотажный спрос на приборы учета. Еще полгода назад, кроме завода Бетар, никто газовые счетчики не выпускал в России, поэтому они пользовались ажиотажным спросом. На сегодня на рынке появились аналогичные приборы, которые еще себя никак не зарекомендовали. И все-таки Бетар фактически на сегодня отвечает всем требованиям приборов учета. Он выпускает счетчик воды хорошего качества. Счетчик газа уже отработан и годами проверен, по-моему, в районе трех лет или четырех. Выпускается счетчик газа. И вот в начале августа был на заводе, видел разработку уже по электросчетчику. То есть предприятие четко ориентируется на приборы учета. Так как мы являемся представителем завода Бетар, мы будем тоже торговать, возможно, и электрическими счетчиками в будущем. Но пока направление вода и газ. Что касается газа. Газовые счетчики, квартирные, бытовые, ставятся исключительно на одну плиту газовую. Четыре комфорта плюс духовой шкаф. Он не используется для отопления дома, для котельного оборудования. Исключительно квартирные счетчики. Значит, производительность 1,6. Он называется СГБМ 1,6. Счетчик газовый, малогабаритный. СГБМ 1,6. Вот такая у него маркировка. Этот счетчик легко купить в наших магазинах. Но правильнее позвонить в фирму Водомер. Потому как самому газовый счетчик ставить не рекомендуем. В Водомере налажен тесный контакт с газовой службой. И вам бегать дальше, заверять и регистрировать его не придется. Теперь о надежности. Срок эксплуатации этого счетчика 12 лет. Такой временной интервал гарантируется высочайшим уровнем технологической подготовки производства. А теперь простая экономия. Счетчик за месяц при среднем потреблении газа экономит от 100 рублей. За 12 лет службы вы сэкономите минимум 15 тысяч. Пересчитав же это на количество семей Магнитогорска, сумма будет 1,5 миллиарда рублей. Представляете, кто-то за ваши деньги не построит себе очередные хуторки. Какой крутой облом. На сегодня этот прибор устанавливается на 12 лет срок службы. Это не 2 счетчика, не 4 счетчика воды. То есть нужен всего один прибор. И он используется 12 лет. Соответственно, он окупается. Допустим, мой заместитель Владимир Королев. Он поставил первый, можно сказать, в городе счетчик газа. И с уверенностью доказывает всем. И он убедителен. Он говорит о том, что да, он на газовом счетчике экономит определенную сумму денег. То есть, скорее всего, как я его понял, что 1,5-2 года и счетчик газа, вот эта стоимость ему, она окупается. То есть, газа он потребляет гораздо меньше, чем насчитывала ему газовая служба. То, что путем обмана, а иначе и не назовешь, за наши деньги жируют муниципалы, обидно. Это тенденция всей страны, разваленной дерьмократами, сооружать себе кормушки, пользуясь очевидными дырами. Но если сверху вымели олигархов, то мистичковыми подонками придется заниматься нам с вами. И это наша национальная задача – сэкономить деньги стране. Внедрение приборов учета в коммунальном хозяйстве экономит стране колоссальные деньги. Если мы с вами начнем экономить на воде, на газе, не то, что экономить, а более рационально использовать. Потому что, да, мы смотрим телевизор, у нас льется кран. Сейчас уже, когда вы ставите счетчик, вы уже такого себе не позволите. Или, допустим, у вас утечка в унитазе, и она льется ежесекундно, ежеминутно. Вы ложитесь спать, и она льется. Когда она вам даст утечку в 100 кубов за месяц, вы тогда задумаетесь, что надо устранить запорную арматуру, отремонтировать. Потому что, если вы ничего не предпримете, то через 3 месяца вы потеряете денег, на которые можно было бы купить хороший импортный унитаз. Это действительно так. Утечка в унитазе наматывает до 150 кубов в месяц, уходит в воды. И если посмотреть в масштабе страны, то теоретически ввод приборов учета должен стране сэкономить колоссальные энергоресурсы. Это наши с вами деньги, которые мы должны считать. Зачем их попусту тратить? Жечь электроэнергию, лить в воду непонятно куда. Мы должны это все экономить и считать. А приборы учета позволяют это сделать. И теперь мы понимаем, откуда множатся в таком количестве дворцы. За 15, 20, может быть 25, может быть 30 миллионов рублей. Все очень просто. Нас обложили со всех сторон тарифами, а эти денежки пилят. Не очень приятно платить за то, за что раньше мы не платили. Это если вернуться в историю отношений. То есть, отрубив 2,0, получаем колбасу 2,20, бензин 20 копеек, пиво 50 копеек. Но тарифы ЖКХ, банковские услуги и авиаперевозки, это умом России не понять. Поэтому давайте всех обламывать. То есть, давайте ставить себе газовые счетчики от фирмы Бетар. Водомеры Бетаровские тоже очень надежные, кстати. Вы видели в прошлый раз, как мы продуктивно съездили и показали. А еще давайте экономить на качестве. Потому что, вот я как-то сантехника вызвал себе проводку поменять. Так эта скотина трижды затопила моих соседей. То есть, ну ладно, я, честный человек, пошел отремонтировал. А остальные-то как? Попадут на деньги? В этом смысле гораздо проще позвонить по вот этим телефонам в фирму Водомер. Которая вам буквально на диване решит все проблемы. То есть, придет человек, померит все. Денег больших не возьмет. Во-первых, за консультацию денег здесь не берут. Придет в свои фирменные салоны, наберет всей техники и поставит вам. Тепло, водосчетчик, поменяет батареи, всю водопроводку. И, естественно, поставит тот самый замечательный газовый счетчик. И в результате экономия будет настолько хороша, что вы потом только им спасибо скажете. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...